Здравствуйте, дорогие мои зрители! Посмотрите, Луиза Спаниоли поменяла витрину. Сегодня новая витрина и очень красивая. В осенне-зимних цветах. Тут ещё другая девушка смотрит. Мы её не будем брать. Как красиво! Как красиво! Какие красивые сочетания цветов! Бежевые, коричневые, люрекс, крем, цвет крема, сметаны, белый. Всё друг с другом так красиво сочетается. Особенно шляпа какая красивая, женственная. Сумки, сапоги, туфли, ботинки. Всё-всё-всё-всё красиво сочетается. Очень красиво длинное пальто коричневого цвета. Я, по-моему, вам показывала это пальто. А, кстати, одна моя очень красивая, элегантная зрительница просила меня, доброжелательная, сделать ещё раз видео вон того сиреневого платья из мухера. Я сейчас подойду и сделаю ей. Сперва сделаю витрину. Смотрите, как красиво бордовые цвета. Хотя я бордовый цвет не люблю, но очень красиво здесь всё сочетается. Кардиган, блузка, сапоги в стиле 70-х годов, цвета голда, сумка цвета голда, сумка оранжевого цвета, контраст коричневым тонам с фуляром. Ой, с твилли, который подходит по цветам к тренчу. Тренч зелёно-коричневый. Немного стрит-стайла. В общем, очень красиво, эффектно. Тренч тоже такого, светохаки, юбка зелёная. В клетку со складочкой впереди. Прямо вот 70-е, 70-е годы вот этот вот лук. Как женственно. Как же всё-таки было женственно в 70-х годах. Вот копия 70-х годов. Я вспоминаю мою тётю, студентку Народно-хозяйственного института Алматы, которая потом стала экономистом. Я работала по Требсоюзе. В советское время. Очень красивый лук. Мне нравится вот такой лук. Конечно, на каблуках каждый день не походишь на таких. Но я бы с удовольствием каждый день носила вот такой лук. Даже перчатки красивые. Кстати, перчатки у них недорогие. Смотрите, какая блузка красивая. Вот эта вот юбочка и в соседнем магазине подлиннее есть такая же юбочка. Это, наверное, шерсть. Сейчас посмотрим цены. Так, тренч стоит 475, блузка стоит 280, 240 стоит юбка, гуанты. Перчатки стоят 85. Я так и сказала, что они недорогие. Очки стоят 150, и здесь самое дорогое это сумка 425 евро. Ну, я вижу, что юбка эта из шерсти. Юбка эта из шерсти. Бонтон, красиво. С этими, как его, с кармашками. Если бы он был такого цвета панна-сметана, мне нравится панна-сметана, а не зеленого цвета, я бы себе такую юбку приобрела бы. Зеленые цвета мне не идут, потому что я темная казашка. Я буду в них совсем темная, в таких темных цветах. А теперь я зайду и покажу моей зрительнице. Бонжорно. Чао, донни. У меня спитатрича мне дала тебе демонстрировать, что это обито, пью вичино. Коста мухер, и куанта куста? Куста куста. Милли евро. Милли евро. Милли евро, ангара. Тысячу евро. А ангара? Не махер, а ангара. Тысячу евро стоит. Че, тут ты мизури? Да, у нас соло. Три платья на всю Италию. А, мизура уника. А размер... Размер один и тот же, унико. Всего три платья на всю Италию. Было на сфилате, было на показе мод. Это сфилата де мода, где Луиза Спаньол и Вера. Вот девушка, которая меня просила сделать, Акаса Ангора. Вот сделаю еще поближе, сиреневого цвета. Здесь на моем видео он кажется красным, но он сиреневого цвета. Всего три платья на всю Италию. Поэтому посмотрим, какие новые сумки. Сумки трех цветов. Белый, красный, черный. Черный, даже бархатный, велютовый. А, это не красный. Это знаете, какой цвет? Такой же сиреневый, как платье. Цвет в цвет. Ой, смотрите, еще ангора. Они часто меняют. Видите? Вот из ангоры. Белый из ангоры. Ой, я один раз подарила дочке, моей подруге русской, джемпер из ангоры. Очень хорошей детской марки. Было очень красиво, тепло, но, говорит, очень много мазалось на другие вещи. Вот сумка. Я называю такие сумки бухгалтеров, которые носят с собой все документы. Бухгалтеры. Раньше, во всяком случае, носили. Сейчас, наверное, никто не носит, потому что сейчас все держат в компьютере. Вот это вот пальто было там, на улице. Я в прошлый раз показывала вам это, как ее называется, тесуту. Ой, я такая вся очень тепло одета, потому что на улице очень сыро. Как бабушка. Ну, я и есть бабушка. Но сегодня прямо как бабушка. Собру нон на йоджи. Парке Фредо фори. Вот эти вот тона, которые на мне. Вот эти брюки классические. Красиво было бы с блузкой. Такие же брюки Макс Мара есть, но очень дорогие. Из шерсти. А это не из шерсти. Это не знаю, из чего. Сейчас посмотрим. Ой, шкуза. В левосолу гуардаро китису таку. Каскаду. 70 вискоза. 9 эластан. Ой. Как это так 70 вискоза? 21 пулиамид. Абсолютно. Все синтетика. Я думала, Лана. Окей, девчонки. Еще видела витрину на улице. Видите, это шляпа, которая висит на витрине. Такая женственная, наискосок. Вот эти вот пальто. Камель вот цвета. Осенние тона. 540 евро стоит пальто. Посмотрим, из какого материала. Наверное, где-то 70-80 процентов. Шерсти. 80 процентов лана. 20 процентов полиамид. И вот вам, вот, которые девушки хотели. Платье леопардато. Пальто классическое. Сегодня Яна была в таком, почти в таком пальто. Но у нее было более дорогое пальто. Красивое, черное, облегающее, женственное. Я ей отдаю дань уважения за ее стиль, умение одеваться. Вот юбочка такая, натуральная кожа. Классная. Смотрите, в стиле 70-х годов. Это кожа или кожа заменитель, как вы думаете, с этим посмотрим, что за, если поймем по цене, что за материал. Ой, нету цены, что ли? Ой, сейчас они на меня разозлятся. 310 евро, значит, кожа, а не кожа заменитель. 44 размер, большой. Очень красивая юбка, прямая. Всем привет от жасминки и витаминки.